У меня стихи есть, я могу стихи кого-то другого читать, которые мне нравятся. Стихи свои тоже могу читать, но трудно его приводить. Могу я просто на своем языке почитаю. Могу я просто на своем языке почитаю. Мой отец очень гордился, что я хорошо рисую. И однажды приходил к нам священник, шейх, очень важный. Отец пригласил и показывал мои рисунки. Я показывал тетрадку по рисунке, и там нарисовано было животное, людей. Он сказал, что нельзя рисовать человека. Если будешь так, ты будешь в аду, все. Он мне сказал, что больше я не рисовал никогда человека, животное. Я ночью спал и проснулся, и помнил эту ситуацию, что я плакал очень, плакал, плакал. Отец проснулся, говорит, что случилось? Сынок, я говорю, ну, я сколько много рисовал, говорит, что у меня... Поэтому я плачу, он говорит, не плачь, ты же маленький, ты еще не знал, что это очень большой грех. И после этого часто я нарисовал на какой-то камень, что-то нарисовал, какого-то человека или что-то. И сразу помнил, и сразу сам ветерал. Никого нет вокруг меня, ветерал просто. На самом деле, я из Афганистана. Живу уже больше 20 лет в Украине. Приехал, учился и остался уже не гражданин в Украине. И хотел, у меня идея пришла, что написать картину, которая может соединить, ну, картина, два страны, два родины. Афганистан и Украина. Когда я учился еще в Академии, и в первые годы я постоянно писал о войне, писал о коммунистической революции, то, что происходило, это разоружение, такие тематики. Однажды я написал такую картину, но она по сюжету была сильной и очень такой трогательной какой-то. Ужас, такое состояние, ужас был очень. А когда учитель Пузырьков Виктор Григорьевич, он уже покойный, хороший наш учитель был, и тогда он пришел в аудиторию и посмотрел на эту картину, говорит, сюжет ужасный. Как ты думаешь, если такую картину повесит, где-то на выставке, если Бог не дает, что какой ребенок видел бы, он заикался. И я так совсем, он меня просто... А со временем, со временем, когда я еще закончил институт, уже вообще я стал пасифистом, вообще антивейна. Мысль такой, что эта картина называется окно, моё окно, при окно художника. Я сам, как я вижу из своего окна, вижу на эти две стороны. Сейчас я понимаю, что я здесь полезнее для Афганистана и для Украины тоже. Потому что то, что я сделаю, я душой делаю, я не делаю для заказа, не делаю для ширпотреб, не пишу то, которое... Нет, для себя пишу, но людям это нравится. И я думаю, что это то, что ты не пишешь для кого-то, то это есть на самом деле для людей. А то, что ты пишешь для людей, то это не для людей и не для тебя. Я об этом убежден, что именно человек, который занимается искусством, должен тот делать, который ему нравится. и ничего себе не отказываться. Да, вот в этой картине, которую я написал, это называется мое окно. То, что я вижу, то, что мне нравится, то, что мне хочется видеть, это есть в этой картине. В этой картине есть любовь есть два родины. Любовь к этой три родины. Афганистан и Украина. После 18 лет я ехал в Афганистан. Все равно я очень сильно скучал за Афганистан. Когда поехал туда, обратно, я очень скучал за Киев. Здесь я уже чувствую, что не... я уже не могу жить там. Как чувствую себя между Афганистаном, между Украиной. Ночью я живу там, а днем здесь. А сейчас для меня это Украина действительно что-то столу. Настоящей родиной. И мне здесь приятно. Мне просто хочется жить и здесь. Я счастлив, потому что у меня всегда есть краски, холст. То есть, что даже если мне деньги появятся первые, я куплю краски, материалы. А хлеб, такие вещи, ну, вторичные для меня всегда. на самом деле, вот стал художником. Это была моя мечта. и я стал им. Потому что для других людей это, может быть, ненормально и не по-другому смотрится на художниках особенно в Афганистане. Но я стал им. Ну, поэтому я отделяюсь от других. И я стал им. Я мечтаю попасть пустын, пустын, пустоты, пустын, что родится летом, светом огня, молодым небесам, жерубим, может обнять облака, внезапно каплей упасть, стать лужей песка. Я мечтаю попасть пустын, пустын, пустоты, пустын, что родится летом, светом огня, молодым небесам, жерубим, может обнять облака, внезапно каплей упасть, стать лужей песка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»